всем привет привет мы уже успели и со всеми друзьями встретить практически не со всеми да но со многими побывали уже по балане и погуляли о кстати сейчас секундочку отвлекусь посмотрите здесь строят дом и делают гидроизоляцию это по-моему редкость сколько раз я ведь сколько раз я видел все время заливают прямо так выкопали прямо туда бетон льют арматуру и все и сверху погнали делают гидроизоляцию это уже что-то новенькое это хорошо это так интересно все аккуратно так делают как-то не по-турецки совсем не по-турецки гидроизоляция это что-то не по-турецки так еще продолжим мы мы короче успели уже с друзьями встречаться в алании погулять успели даже искуп я успел даже искупаться сегодня мы хотим пройтись просто по пудлару уже давным-давно соскучились это уже какие-то кафешки новые открылись еще что-то вот какие-то стройки уже начались которые даже с гидроизоляцией не по-турецки сегодня пройдемся посмотрим я думаю что тем кто соскучился по алании помогут лару тоже будет интересно посмотреть людей сейчас мало вот можете посмотреть сейчас сейчас скажу сколько времени времени сейчас четыре часа вечера обычно в этом время в это время всегда людей много но вот сейчас видно что практически никого нет и вы нам душу грели пока нас тут не было туда вы застали на 2 молодцы девчонки что мы видео ваши и стали на из выход лара мы все смотрим сейчас только переехали молодцы передать своим привет привет вот мы тоже показывали видео родителям ваши надо же людей почти никого нет своих встретили здорово классно очень приятно было увидеть наших и сталина вероника и виктория будем проходить мы проезжали на автомобиле с ребятами мы заметили что там где был ли он был ресторанчик хороший кстати был ресторанчик какой погодит почуханный потрепанный но хорошим всегда был посылом дам был посещаем и сейчас какой-то новый сделали сейчас мы он будет проходить хотя бы название почитаем посмотрим в ресторан мы сейчас не собираемся идти так что даже не надейтесь потому что мы наелись объелись винусь к здесь готовится довольствием красавица вот так что мы позавтракали пообедали пока занимался там с роликами ремонтировал лена все сделала умничка поэтому мы идем сытые довольны и не обращаем внимание на всякие разные запахи которые здесь в только что мы проходили пекарню запах просто я так обратила внимание как вкусно пахнет хлебушком вот мировая здесь нет здесь не так много людей в ресторане тибон какой-то тибон сделали ресторан вот такой наверное вроде наверно похоже что типа стейк-хаус там есть и менюшка есть все выставлено посетителей тоже по моему один или два человека сейчас не будем заходить но потом мы обязательно сходим и сделаем обзорчики этих новых ресторанов когда мы будем голодные вам обязательно тоже покажем на нашем втором канале скорее всего который есть так есть там мы будем есть до строки смотри лен не прекращаются я смотрю что не то чтобы они нет какие-то заморозились а какие-то вовсю строятся вот здесь вот раньше была гостиница альпина мы ее еще показывали сделали ролик когда ее ломали еще ну как бы попрощались так стоит с этой гостиницы и теперь вот есть два дома высоких прям на берегу если не знаю что это будет но наверно будет красиво думаю да они идут прям здесь два дома идет вот один большой потом там будет зона между домами там бассейн всякие вот и вот второй дом вот как раз и где сам второй дом вот там вот он виден вдалеке там был основной корпус гостиницы альпина мы там походили полазили когда ее рушили ломали нам удалось пойти внутри походить мы взяли да там кто помнит вот старый старый махмут лар кто помнит вот от десятилетней давности пятилетней даже давности там был такой кораблик там было на стене до мозаика мозаика очень красиво интересно я думаю что все кто здесь гулял все там просто невозможно было не обратите внимание на эту гостиницу там классно было там нам еще продали за копейки две картины они до сих пор у нас лежат на балконе эти картины мы купили потому что там были с обратной стороны надписи но так никто и не нашел да мы мы делали ролик про альпину и с обратной стороны показывали там там были по-моему из польши мы ждем что вы откликнетесь и заберете я сейчас забрать кто-то найдется никто не откликнулся так они у нас на балконе лежат эти картины может кто-то еще заглянет может быть может быть найдется с удовольствием перешлем говорил что ничего не изменилось людей стало очень мало вот такого чтоб вот четыре часа вечера вот вы сейчас сами можете наблюдать я думаю что там в самом центре наверное людей будет побольше но вот просто гуляющих очень мало людей кстати хочу сказать чтобы погода очень комфортно сейчас нету солнышка с утра вообще было солнце сейчас нету но очень комфортно не жарко и не холодно в костюмчике иду вот так классно чего мы встретили людей в общем короче людей мало но все знакомы все ребята пошли постояли поболтали на полчасика они там о себе рассказали мы о себе чем интересно мы продолжаем свой путь наверняка мы сегодня хотя бы до середины махмутлара дойдем я надеюсь потому что по прогнозу по прогнозу дождь видно что там уже вот облака чем баллоне уже уже идет и причем да вот такое прям вот как будто бы вот 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 пойдет дождь и что-то чувствую что я погорячился снял курточку наверно сейчас пока постоял полчаса уже начал подмерзать обратно что-то снесли да вот постоянно что-то сносят видите нету и какие-то стройки есть не знаю правда для кого не строят всех по выгоняли никому внж не продлевают для кого проделают не знаю пока для себя для себя любимых на кого еще кафешка друмчу не знаю делается ремонт по моему здесь право да делается ремонт в кафешке готовится до что-то делает во уже новый sky смотрите в каком состоянии вот как-то очень долго строится до до строя не строились это третий год третий год они уже строятся и все еще вот они еще не построились вот такой вот дом красивый но строится долго раз будет немножко видно здесь обычно такой забор все время что туда не заглянешь вот в таком состоянии может кому-то интересно может быть да может быть кто-то здесь приобрел себе квартирку вот так сейчас все выглядит мне интересно пойти посмотреть здесь можно сбоку пройти и посмотреть территорию этого новоская мы когда приехали здесь был чисто котлован а сейчас вот так ну вот такая территория посмотрели немножко мы дальше глянем как если дождь нас не выгонит домой обратно отсюда с города будем до вечера до будем гулять долго и ну сколько возможно будем снимать пока светло и покажем что здесь изменилось на первый взгляд вот уже какие-то изменения есть за три месяца здесь очень быстро это мы проезжали видели там дом какой-то тоже снесли помнишь да который стоял с кривыми колоннами чем так интересно здесь перед тем как дом снести зачем-то начинают делать ремонт начинают стены красить вот взяли эти колонны помнишь и как штукатурили эти колонны они такие кривущие были ужасные их взяли отштукатурили начали менять какие-то стекла все сейчас проходим вернее проезжаем все нет дома отштукатурили наверно не выдержал штукатурки такой пошли уже до сиедры до парка и тут все украшено всякими шариками флажками все предвыборная компания полным ходом мы кстати зашли в аптеку олег купил нексиум а я купила себе аллергодил я не знаю почему видимо другой климат и у меня немножко насморк аллергический такой ну ничего или может светить и вот здесь он кстати дешевый да я что хотел мы 300 лир 370 360 заплатили за все ну как дешевый 10 10 евро за ну да это что-то мигает сверкнула как будто бы гроза я что хотела показать когда в таллине спрашивала магний я хотела купить таурат магния вот на меня глаза вот такие выпучили сказали такого не было нет а вот здесь вот например я вижу что здесь есть цитрат и таурат магния то есть вот это я думал хороший магний кстати эта форма лучше впитывается мы с тобой читали она лучше не впитывается она лучше усваивается ну тут как бы да здесь и малат и цитрат и таурат а в эстонии сказали такого не бывает кстати в эстонии такая спрашиваю прихожу в аптеку говорю дайте мне таурат магния знаете как на меня смотрели как не на ненормальную то есть они говорят у нас такого нет они даже не знают что такое таурат магния нет тебе сказать что такого общения вообще нет я говорю может быть вашей аптеке нет они у нас вообще этого вообще не не знаю почему вот турции есть турции вот оказывается мы уже дошли до 2 мегаса я предлагаю лена говорю пойдем посмотрим рыбку что сейчас там продается что сейчас есть там вообще за рыба идете не удалось поймать если решили здесь поймать да а серьезно что у вас по попалась там получается рыба называется рыба фуга да 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 но ее нельзя есть я даже руками не забрать вот она попалась да хорошо ясно а еще что-то попалась нет нет ясно хорошо часть но тогда вот здесь лучше всего ловится города 189 89 90 сардины и кстати солить очень вкусная рыба получается что здесь дальше 59 красная рыба 599 499 креветочки классные довольны 4 маленькие креветки в общем вот так сами глядите до огромный тунец да вот по 184 кальмара кальмары кстати можно было взять хочешь каламара 184 до очень хорошие кальмары классные можно на завтра давай возьмем только на обратном пути наверное далее сейчас таскаться или сейчас хочешь дать и как я люблю тут сушеная клубничка есть а вот моя любимая ой как я это люблю чурчхелла да вот я люблю очень красный чурчхелла довольно чурчхеллу не купил кальмаров не купил ну знаете я у меня по-другому немножко думаю я думаю что мы на обратном пути зайдем купим и кальмарчиков и никуда они не денутся и чурчхеллу купим для лены потому что ну идти с пакетиком кальмар чеки вообще-то не пахнут немножко так что не очень хочется зайдем потом креветки точно также стоят как вот мы были полгода назад и мне кажется даже дешевле и кальмары то же самое кальмары очень дешевые сколько сто сто восемьдесят до получать они не такие мелкие они довольно таки хороший так что кальмаров мы берем чистятся они легко на завтрак вообще с омлетиком просто правда и можно делать пасту с кальмарами и раба мировая паста с кальмарами вообще просто классная получается так что свеженького кальмарчик а я люблю омлет с утра вот омлетик с кальмарами вообще очень даже правимо у меня я хочу в вайкики да конечно но хочется зайти но зайди посмотри здесь он эндерим 50 процентов ну что ты там нашла да я запуталась раньше как было первый этаж мужской до 2 3 женский а сейчас я такая захожу на первый этаж что-то впасть все перемешку и женское и мужское полотдела теперь стало женского половина отдел короче мужчин урезали жестко раньше был весь этаж я столько полэтажа мужского полуэтажа женского второй этаж тоже женский а третий полностью детский сделали так что я тут по двум этажам бегала не могла понять где что резали мужчин на минус один отправили теперь поменяли местами в минус один мужской на нулевом женский на первом тоже тоже женский и на последнем лен сразу вайкики вот четырем был до который я тебе говорил вот вознесли осталось вот здесь был четырем кто помнит возле вайкики напротив солны позары да напротив солны позары вот он солны позары здесь был четырем можно было попить копеечку вкусного а сейчас построят на какой-то теперь дом субботнего рынка наверное скоро здесь не будет мы сейчас находимся кстати на площади где субботний рынок наверное скорее всего его отсюда берут потому что стран строят новый магазин большой торговый центр какой-то новый наш новый махмутлариум это мы его так обозвали махмутлариум конечно так не будет называться хотя почему бы да могли бы уж если есть аланью могли бы назвать махмутлариум было вообще круто постоянно здесь работают и я думаю что скоро будет скоро все звук мутлара можно будет на ранее уезжать зайти в хороший торговый центр и кстати он такой огромный оказывается он был вроде какой-то маленький казался сейчас смотрю такой большой нет огромный магазин я думаю что скоро наверное летом уже откроет ну в общем будем проходить будем периодически вам показывать а как только откроют естественно покажем вам открытие этого магазина его летом будет открывать нас летом наверное а и вот пусть они осенью открывают осенью мы точно здесь будем но вот такой пустоватый до центра я поражаюсь вообще народу вообще никого в самом центре народу никого ну что я увидела этот узел здесь была аптека на углу ее полностью отреставрировали совершенно другая стала а еще хочу сказать такую вещь что когда здесь находишься постоянно то ты ничего не замечаешь ну там что-то делать там что-то делать а вот сейчас нас не было и мы идем о и здесь изменилось и тут изменилось то есть глаза не замыленные и ты видишь многие вещи которые раньше просто не замечал когда же вот интересно да в этой аптеке все время покупала крем для лица почему-то я все время здесь находила все что мне нужно сейчас зайду посмотрю есть странно как все меняется вот этот крем уже гюльханы назывался его было несколько видов сейчас вижу только вот две упаковки и он совершенно по-другому называется может быть это другая ферма или они просто сменили название или что не могу понять есть это вот называется по-другому теперь да вот это гюльхана обыгин видишь на все-таки по-другому теперь да просто называется по-другому такой же самый только по-другому называется да хорошо спасибо спасибо господи как все в турции быстро меняется даже крем был один теперь другой была одна аптека уже другая но люди те же там работают люди те же все тоже но название меняются расположение меняется мне не знаю как ты все очень быстро меняется вот три месяца раз не было и все поменялось ну не все конечно поменялось но много много чего курс евро уже 35 здесь 35 дают а в центре в алании мы вчера меняли 35 40 был но здесь зависимо от по-моему зависит от того какой обменник вот такие курсы разные получаются вот такой пустоватый махпутлавчик сейчас я сказала очень ну мы такого не видели да хоть и говорят что ничего не поменялось ну мы такого не видели ну в общем а мы сейчас пойдем на рыбалку на рыбалку пойдем мегрос пойдем на рыбалку потому что у меня хоть есть и удочки есть и блесна специально для кальмара хочется сходить но абсолютно некогда поэтому в мегросе ловится быстрее и сейчас наловим килограммчик кальмарчиков и будем завтра есть вкуснейший завтрак омлетик продавь я получу свою вкусняшку а все зарекаю сладкое не есть ну как же я чурчхелу то не возьму я аж ее три месяца не ела сейчас купим тебе чурчхелу недавно кстати нам друзья вот у меня сейчас пришло на ум где находит чурчхелу купить друзья показывали что они нигде не могли найти пошли на рынок купили эту чурчхелу там несколько видов пришли пришли домой резиновая и и съесть невозможно в общем короче орехи оттуда выколопали саму это чурчхелу в общем выбросили потому что на рынке она лежит там я не знаю месяцами пылится если кто-то хочет купить чурчхелу покупайте в мегросе она первых там всегда по скидкам всегда на свеженькая всегда классная в общем такого как на рынке вот они они там просто нигде не валяются их привозят упаковывают сразу по коробочкам так что даже если они заканчиваются так новая партия приходит то постоянно они продаются меняется товары и самое главное они там не валяются не пылятся потому что на рынке все-таки этот товар который лежит там всякие специи вот эти вот чурчхелы висят я бы все-таки такой товар не покупал бы повреждал бы наверное и в общем-то и вам не советую стенький вот такой толстый он огромный ему пофиг он идет по своим делам он даже не обратил на нас внимание абсолютно никакого конечно не обратил шел бы ты с кальмарами еще как бы обратил вот нашла ты да вот это количество смотрите тут довольно много стоит сто четырнадцать лет лучше даже ничего предвкушение вся да у нас рыбалка смотрите какие каламар чеки красавчики надо вот это супер сейчас мы наловим хочу взять хочу взять каких-то покрупнее смотрите какие классные какие хорошие красавчики да здоровый здоровый до третьего крупного не нашел так что вот наловили 3 кальмарчиков поэтому что там будет килограмм даже наверно больше узнаем у нас получилось у нас получилось 192 лиры кило 40 чуть больше килограмм да очень большая смотрите 55 стоит 15 и 30 стоит 99 так что вот такие цены кому интересно на яйца яйца хорошие крупные 90 грубо говоря 15 штук 3 меньше 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 гораздо по 35 сейчас курс от дон дурма не знаю мне вот такое нравится но другое сейчас алена хочет взять пломбир вот это мороженое стоило 30 а вот это уже 50 о как да а я думаю наоборот это тоже как бы но это как пломбир как вот раньше мороженое продавали российская мне нравится турецкая дай мне обычное мороженое вот такое в стаканчике 50 худеющая сластена моя слушайте ну погода хорошая закат я такого не помню чтобы здесь было так мало на друзья надеемся вам понравилась наша прогулка по махутлару кто-то что-то новенького увидел кто-то что-то вспомнил старое а вы не забывайте подписываться на наш канал ставьте лайки дизлайки пишите в жадкие комментарии а вы сейчас вместе с вами полюбуемся на закат всем пока какие-то ну и и и и и и и и Продолжение следует...